Всех, кто остался, я понимаю, программа очень тяжелая, без перерывов, на обед прием пищи, поэтому, да, немножко опустили, но, тем не менее, может быть, на него потянется. Доклад посвящен костной пластике, костной пластике геноктивированным материалом, у нас пока в России только один геноктивированный материал, он называется Инстаграм, но, собственно, о нем и пойдет речь. Начнем немножко, так как все-таки полчаса, поэтому доклад будет носить немножко академический характер, поэтому сначала мы охватим вообще всю систему остеопластических материалов, зачем перейдем к механизмам действия геноктивированных, а потом перейдем к клиническим случаям. В целом, у нас все остеопластические материалы, которые мы так или иначе применяем, отчасти из них мы уже сегодня услышали, можно разделить на ординарные, так скажем, и активированные. Ординарные материалы — это все, фактически все, в 99% материалов, которые применяются в клинической практике на территории нашей страны, они не содержат в себе специально добавленных каких-то фармацевтически активных или биологически активных компонентов, и фактически представляют собой продукты либо синтетические, либо животного происхождения, псиногенные, аллогенные материалы, либо синтетика — это, как правило, фосфат и кальция. Таким образом, у них механизм действия немножко лимитирован, потому что они никаких в себе активных компонентов, стимулирующих регенерацию костной ткани, не несут, поэтому их все-таки необходимо смешивать, и мы в большинстве своем в практике это делаем, с ауто-костью, с какими-то другими активными субстанциями, например, PRP, PSGF, PRF, кому что нравится, но в целом результаты, естественно, в такой ситуации получать удается. Но есть и активированные материалы — это другая категория всепластических материалов, которые уже себе что-то активное несут. Здесь они разделяются всего на три основные группы — это материалы, которые несут в себе живые клетки, ткани-инженерные изделия. До настоящего момента это все еще исследования, потому что закон о биомедицинских клеточных продуктах немножечко сузил возможности к внедрению таких технологий и продуктов. Материалы с факторами роста, то есть с белками, и здесь прежде всего это Infuse и прочие материалы, которые содержат BMP. Второй. В России такие изделия не зарегистрированы, и это сделать сложно, потому что законодательство в России таково, что любое биологическое... Если медицинское изделие содержит в себе какой-либо фармацевтически активный или биологически активный компонент, то в нашем законодательстве написано просто — этот фармацевтически активный агент должен быть зарегистрированным лекарственным средством. Иными словами, не взять что-либо и поместить в медицинское изделие и попытаться это зарегистрировать, я имею в виду из фармацевтических субстанций, невозможно, если это предварительно не было зарегистрировано в качестве лекарственного препарата. Это создаёт определённые сложности для внедрения этих продуктов в здравоохранение у нас. Вот. И генактивированный материал, здесь пока только один — гистографт, и дальше мы поймём, почему его удалось всё-таки зарегистрировать и внедрить, учитывая вот как раз такие нюансы по законодательству. Пройдём по гистографту. Состав материала следующий — это гранулы октокальцевого фосфата, то есть фактически ординарный матрикс-носитель, только здесь не бета-3-кальций-фосфат, как обычно в синтетических материалах, которые используются. Это октокальцевый фосфат, он всё же существенно отличается от другой синтетики, более разветвлённой поверхностью. Ну, форма у него, естественно, другая. Он был разработан институтом металлургии Российской академии наук, научной группой директора института теперь уже Владимира Сергеевича Комрева. А в качестве активного, ну, и, соответственно, он отличается остеокондуктивным действием, выполняет ровно то, что и должен выполнять остеокондуктор. Но второй компонент и основной, то есть это не совсем синтетика, потому что второй основной компонент — это фармацевтические активные субстанции, фактически — это лекарственный препарат на элгосклуген. Именно поэтому и удалось зарегистрировать гистографты, внедрить его в клиническую практику, потому что неэлгосклуген был уже предварительно зарегистрирован в 2011 году для лечения пациентов с хронической ишемией нижней конечности. Для тех, кто не знает, неэлгосклуген — это третий в мире генотерапевтический препарат, ну и первый в России, разрешенный для применения, представляет с тобой плазмидную ТНК, несущую ген сосудистого натриального фактора роста. То есть, фактически это не белок, это полноценный ген, который кодирует нужный белок. Отсюда и будет целевой механизм действия, дальше мы на него посмотрим, он немного отличается от других активированных материалов. Таким образом, по факту, этот пластический материал геноктивированный, он содержит в себе лекарственный препарат, лекарственный препарат неэлгосклуген. А тот отличается тем, что стимулирует ангиогенез, это его целевое действие основное, даже как фармацевтического препарата, именно поэтому он применяется в сердечно-сосудистой хирургии. А ангиогенез нам необходим, и критически значим для репаративного остеогенеза. По каждому из этих компонентов уже довольно много публикаций нашей группы было сделано, поэтому подробно на них не останавливаемся. Переходим, собственно, к механизму действия. После имплантации геноктивированного материала в зону костного дефекта происходят следующие процессы. В первую очередь, высвобождается оплазмидная ДНК с геном сосудистого нитриального фактора роста. Она поступает в клетки рецепиентного ложа. Ну, какие это клетки? Прежде всего, это клетки иммунокомпетентные, и клетки, ну, все те, которые там есть в ранней фазе раннего процесса. Прежде всего, иммунокомпетентные, предшественники фибропластов, предшественники клеток остеопластического ряда. Далее, эти клетки, получив эту копию, фактически, это ведь что такое? Молекула плазмидной ДНК с геном сосудистого нитриального фактора роста. По факту, это кольцевая молекула ДНК всего с одним геном и с определенными регуляторными последовательностями, которые помогают клетке этот ген экспрессировать. Так вот, это ген человека. То есть, у этой клетки и так есть этот ген человека, просто она получает дополнительную копию и, соответственно, может его производить в течение контролируемого периода времени. Как правило, для плазмидных ДНК этот период составляет 10-14 дней. То есть, две недели клетка продуцирует дополнительную копию этого гена. То есть, фактически, она, белка точнее, то есть, фактически, она работает как своего рода биореактор терапевтического белка, продуцирует и продуцирует его. Если мы сюда добавим еще определенное модерирование кинетики высвобождения этих молекул из матрикса, то есть, они же высвобождаются не сразу все, всем пулом, а высвобождаются постепенно, то получается, что пулка в рецепиентном ложе в разное время получает плазмидную ДНК, и это терапевтическое окно, то есть, то время, за которое эти клетки в рецепиентном ложе продуцируют повышенные концентрации нужного белка, все-таки дольше, чем две недели. Это как минимум месяц, полтора месяца. Эти исследования тоже проведены по кинетике. Так вот, клетки продуцируют белок, а белок уже работает, как и должен работать, со своими каноническими и неканоническими механизмами. Для VGF это, прежде всего, рецепторопосредованного действия, то есть, он связывается с клетками эндотериального клеточного диферона, с эндотериальными прогениторными клетками, ну, и индуцирует процесс, называемый андергенез, то есть, формирование новых сосудов в целевой зоне, то есть, эффект локальный. Сосуды, в свою очередь, индуцируют, ну, как бы, формируют, да, способствуют формированию костной ткани. Все мы знаем, что кость у нас не формируется в зонах, которые плохо перераснабжаются, там может формироваться сырительная ткань, хрящевая смониторин, прочелесную лицевую гость, но не кость. Но здесь сосуды, конечно, несут не только, точнее, у них целевое действие, у них оно такое многообразное, то есть, во-первых, они повышают парциальное давление кислорода, которое необходимо для костиогенеза, во-вторых, они способствуют миграции, холмингу малодефренцированных клеток остеопластического диферона в целевую зону. Так вот, весь этот механизм действия, который здесь охарактеризован для геноактивированного материала, он, в целом, общий для всех геноактивированных материалов, не только для гистографта, о котором идет речь, то есть, была бы другая плазмидная ДНК, или даже не плазмидная, а другой какой-то вектор, то механизм действия, в принципе, сводится к тем же самым эффектам, за тем лишь исключением, что плазмидная ДНК в геном не встраивается, а вот другие векторы, вирусные, например, некоторые вирусные векторы в геном могут встраиваться. Но здесь более безопасный подход генотеропрактический. Но на этапе внедрения и разработки этого изделия мы были вынуждены все эти механизмы действия прослеживать, то есть, показывать. Их нужно было доказать, что они реализуются, ну, действительно, на практике, в условиях INVV. Так вот, эта поверхность материала, как уже говорил, гранулы имеют очень разветвленную поверхность, поэтому они гидрофильные, что не очень характерно для синтетических материалов. Обычно они, ну, некоторые, бета-терикальций фосфата, например, могут даже всплывать в растворе, но эта керамика, фактически, она имеет очень гидрофильную поверхность, они смачиваются эти гранулы. Ну, так вот, речь, в принципе, не про это, а про соседнюю фотографию на большем извлечении можно увидеть вот такие глыбки, было бы, чем показать, показал бы, но вот эти точечки, глыбки, прямо на поверхности вот этих вот пластичных структур, это и есть, фактически, молекулы плазмидной ДНК, потому что вот эти комплексы, они довольно крупные. Ну, масштабный отрезок, вы здесь можете увидеть, это один микрометр, то есть, их размер, на самом деле, очень маленький. Достану на метод. Так вот, вторым этапом нам надо было показать, что плазмидная ДНК высвобождается из материала при имплантации, после имплантации, в зону, ну, в инвиво, неважно, это зона костного дефекта или подкожного имплантации, как это было сделано здесь. Так вот, для этого используются различные метки, в данном случае, CY3 метка, которая селективно связывает именно плазмидную ДНК, и мы видели, что, ну, собственно, вот оно высвобождение, вот эти светящиеся структуры, это не что иное, как молекулы плазмидной ДНК, которые высвободились из структуры матрикса и поступили просто в ткань, в данном случае подкожей. Но, мы пока здесь не знаем, приняли ли клетки эту молекулу, будет ли дальше разворачиваться вся цепочка механизма действия или нет, просто лишь констатируем этой фотографией, мы этими данными, что молекулы высвобождаются в ткани. Дальше, вот, необходимо было понять, а все-таки поступают ли они в клетки, и могут ли клетки продуцировать при этом трансген, то есть экспрессия происходит или нет. Но, для этого, так как я уже говорил о том, что, естественно, ген VGF, он содержится, это же VGF, да, в самом гистографте, так вот, это нормальный ген человека, поэтому, и у животных он тоже есть, у него видоспецифичность отсутствует, так вот, нам нужно было использовать другой ген, для того, чтобы понять, все-таки, как-то увидеть эту трансфекцию, эту экспрессию целевого гена в ткани. Для этого используются, как правило, маркерные плазмиды, здесь представлен один из экспериментов, стандартный, в общем, мировой практике принятый, то есть, здесь используется плазмидная ДНК, где в качестве маркерного гена используется ген цифераза светлячков. Вот этого-то как раз гена и нету в животных, ну, в норме, в млекопитающих, поэтому, суть следующая, он кодирует фермент люциферазу, благодаря этой люциферазе расщепляется субстрат люциферин, которого в норме там тоже нет, но его туда можно отвести. И вот, когда фермент расщепляет этот субстрат люциферин, высвобождаются кванты света, и они как раз и визуализируются люминометром. Ну, вот здесь люминесцентный спектр, специальный прибор, айвис спектру, которых в России не так-то уж и много, можно пересчитать по пальцам, ну, одной или двух рук. Так вот, вводились эти материалы непосредственно, именно с этой маркерной плазмидной ДНК, вводились они подкожно, ну, животным в данном случае, мышам, и было выявлено, что действительно в зоне обведения происходят экспрессии, вот эти вот светящиеся как раз участки, это то самое, что мы хотели увидеть. При этом экспрессия локальная, не распространяется, то есть плазмидная ДНК не разносится по всему организму, не продуцируется, не экспрессируется клетками везде, а только в таргетной зоне. То есть, в принципе, этими исследованиями мы предварили, что плазмидная ДНК не только высвобождается из материала, но еще и поступает в клетки, а клетки начинают работать, вот как я и говорю, как биореакторы терапевтического белка. Ну, в данном случае, эти феразы, но нам нужен терапевтический белок. Поэтому следующим этапом нам нужно было отследить, что да, хорошо, белок, все-таки, плазмидная ДНК работает, и клетки продуцируют нужную конструкцию, нужный белок. Но происходит ли дальше эффект? То есть, дальше эффект для нас ангиогенез. Ну, здесь, конечно же, уже использовалась не маркерная плазмидная ДНК, а терапевтическая, то есть с ВДЖФом. И уже в ордотопических условиях, это на модели краниальных дефектов у хроликов диаметром 10 мм, биоутеральные дефекты семенных костей. Здесь мы подсчитывали количество сосудов, и мы здесь химическая реакция, в данном случае с антициламика альфа и СМА. И было выявлено, что действительно на ранних сроках после имплантации, это видно на нижней графике, статистически значимо увеличилось количество сосудов в группе, где использовался генактивированный материал. Затем, с средним сроком, к 60-ти суткам эти показатели немного сравнивались, а к 90-м суткам, на самом деле, в контроле было даже больше сосудов, но это можно связать, и это дальше мы посмотрим, с формированием там большего количества, ну, фактически, соединительного тканого рубца, который тоже довольно-таки краснабжается неплохо. Так, метод, да. Ну и, в общем, последняя стадия, последний этап механизма, который нам необходимо было отследить, это хорошо, сосуды есть, а есть ли кость? Ну, и здесь эти микрофотографии, они не случайно, в принципе, сделаны маленьким таким размером, то есть это не полная гистопограмма дефекта, 10-миллиметрового, но это зоны непосредственно из центральной части дефекта, то есть вот в этих зонах, эти зоны не контактируют с краями костных опилов, то есть это та зона, где мы, в принципе, рассчитываем увидеть формирование костного регенератора на ранних сроках наблюдения, и это бы для нас служило бы доказательством ну, некой остеоиндукции, да, остеоиндуктивного действия вот в топических условиях. Именно это мы и увидели вот на нижней панели, можно рассмотреть, как раз где главного материала имеют такие фиолетовые венчики вокруг себя, да, они интегрированы вот в вновь образованную костную ткань, еще по коридору фипрозной. На 60-ти сутках эти участки вновь образованной костной ткани имеют дольше размеры, ну, к 90-м суткам, понятно, еще больше, но там на самом деле происходила уже полная консолидация, то есть замещение этого дефекта костным регенератом, хотя к 90-м суткам в принципе в центральной зоне это можно видеть на крайне правой фотографии верхнего ряда, на 90-е сутки даже при обычном материале без плазмидной ДНК в принципе костный регенерат от стенок костного дефекта доползал, если так можно сказать, до центральной части. Но это как раз ограничение этой модели, то есть в принципе ее нельзя назвать в полной мере критической, если используется какой-то материал без материала, конечно критическая модель, то есть никакого там остеокиноза в центре бы мы не увидели. Ну то есть эта микрофотография говорит лишь о том, на 90-е сутки в контрольной группе, что сам по себе матрикс, октокальций и фосфат тоже в принципе обладает хорошими остеокондуктивными свойствами, просто у индукции никакой нет, без плазмидной ДНК. Таким образом, вот этот весь механизм действия был подтвержден экспериментальным образом, но это же все животное, и любой из аудиторий может встать и сказать, это вы там, значит, крысок каких-то, мышек мучили, здесь вы мучили каких-то кроликов, там у вас была какая-то плазмида с люцифиразой, наверняка не в полной мере соответствующая той плазмиде, которая у вас видит джеффом и так далее. Но это все так, поэтому без экспериментальных исследований все равно никуда не обойтись, и какие-то с определенной долей допущений мы все-таки можем эти результаты аппоксимировать на клиническую ситуацию, но все равно придется проверять и в клинической ситуации тоже. Поэтому в рамках регистрационных действий, так как это изделие было новое, оно остается новым, пока единственным из класса геноактивированных материалов, то для внедрения в практику необходимо было зарегистрировать его в качестве медицинского изделия, причем зарегистрировать не так, как регистрируются у нас сейчас в большинстве медицинские изделия по национальным стандартам, то есть регистрируются по аналогам, то есть без участия людей, просто с проведением аналогии. Вот ксеногенный материал, например, вот есть ПИАОС, ну собственно они соответствуют друг другу, значит ксеногенный материал, который мы регистрируем, тоже можно зарегистрировать. Примерно так сейчас происходит. но для новых изделий, и в частности для данного, необходимо было провести реальное клиническое исследование с участием людей, чтобы подтвердить, что он действительно безопасно и эффективно. Это изделие было проведено, всего 20 пациентов в нем приняли участие, к счастью законодательство, ну к счастью как, для кого к счастью? К счастью для компании-производителя и того, кто регистрирует, нет у нас требования, чтобы исследование было обязательно сравнительным в таких ситуациях, потому что, в принципе, достаточно доказать, что оно безопасно и что оно работает. Не обязательно доказать, что оно лучше работает, чем что-то другое, главное доказать, что оно действительно работает, свою функцию выполняет. Так вот, на 20 пациентах было предпринято это клиническое исследование, разрешено разрыв надзором, естественно, главным исследователем выступал профессор Дробышев, собственно, кафедра челюстно-лицевой хирургии медико-стенитологического университета. В 18-м году эти исследования закончились, в 17-м начались, то есть довольно долго заняло, ну, на самом деле, долго заняло набор пациентов, потому что фоллаут, плюс наблюдение было 6 месяцев, довольно длительно, поэтому и длительность такая у исследования. Суть была в следующем, что набирались туда пациенты, которым планировалась в дальнейшем установка рентальных имплантатов, они набирались, тоже не все пациенты, так как пациентов таких много, но набирались именно те, кому был показан, в принципе, двухэтапный протокол, кому нужно было сделать костную пластику, а в дальнейшем при установке дентального имплантата была бы возможность забрать типа на биортат, потому что мы хотели посмотреть это все-таки на гистологическом уровне. Вот. Поэтому пациентов таких, ну, соответственно, меньше, чем в целом пациентов, нуждающихся в костной пластике. Ну, и по результатам клинического исследования было выявлено, прежде всего, там основные критерии были рентгенологические, что во всех, у всех пациентов сформировался костный, ну, регенерат, соответствующий по своим рентгенологическим критериям костной структуре, костному регенерату, не было выявлено никаких нежелательных, серьезных, нежелательных тем более явлений, поэтому изделие было зарегистрировано, регистрационное удостоверение было на него выдано в 2019 году. И вот с 2020 года изделие пошло в клиническую практику. Здесь еще несколько кейсов из клинического исследования, собственно, большинство из пациентов, которые были надонабраны, стандартная ситуация, и самая простая, наверное, в челюстно-лицевой хирургии, в хирургической стоматологии, это синус-лифтинг, открытый синус-лифтинг. Многие говорят, что там вырастет, в принципе, все, что угодно, если туда положить, ну, может быть, это действительно так, но на гистологическом уровне все-таки не каждый проверял, что там вырастает, вот, поэтому, а мы проверяли. И здесь представлены трепановиоптаты, они, вот, масштабный отрезок можно вверху увидеть, не знаю, насколько он тут заметен, но вот это вот расстояние, это один миллиметр. Ну, соответственно, трепановиоптат почти на всю длину устанавливаемого дентального имплантата, гистологическое исследование, ну, это, наверное, самый высокий уровень доказательности проявляет, потому что ремиологически мы просто видим плотный регенерат, особенно для изделий, у которых исходно высокая плотность, там, ну, как бы, сложно констатировать там кость или просто напрямождение гранул, пока не раскроешься, не увидишь и не поймешь. Вот, но на гистологическом уровне здесь было видно, что вот все, что синее, вы видите на этом, на этой микрофотографии, это все вновь образованная костная ткань, разветленная сейтробеку, в которых интегрированы еще частично визуализирующиеся гранулы остеопластического материала, прямо интегрированы в костные регенераты. Большинство гранул, они были интегрированы в костные регенераты, они окружены соединительным граном и рубцом. Ну да, рубцата фактически не было. Вот, поэтому здесь можно констатировать, что да, выросла действительно кость, вновь образованная кость. Ну и поэтому интентальные имплантаты интегрировались и не было никаких проблем. Ну, аналогичная ситуация, только уже не синус лифтинга, а такая радикулярная киста скорее. То же самое выполнялось заполнение этого дефекта космопластическим материалом. При этом нужно сказать, что в рамках клинического исследования это было условие тоже, второе условие помимо этапности, вторым условием было использование остеопластического материала исключительно в чистом виде. То есть, материал не смешивался с аутокостью, как обычно в принципе в различных протоколах гранулированный материал все-таки используется. Но здесь для нас было важно показать, что он и сам работает, хотя бы в стандартных ситуациях. Понятно, что если мы хотим добиться каких-то огромных приростов, НКР сложные и прочее, то там неважно насколько остеоиндуктивный материал, там мы все равно будем смешивать с аутокостной крошкой и дальше в принципе мы это видим в клинической практике. Но здесь более простые ситуации, абсолютно стандартные. Ну, еще один из биоптатов, точнее линейка биоптатов с вновь образованным костным регенератом, костной тканью, в который интегрирован остеопластический материал был диноктивированным. Ну, и нужно отметить, что к 6 месяцам он полностью не резорбировался. То есть мы видим частичную резорбцию, в дальнейшем мы видим, я тоже об этом расскажу, покажу, мы видим продолжающуюся остеопластическую резорбцию, материал, то есть перестройку регенерата даже от отметки 6 месяцев, но в целом гранулы еще присутствуют, хоть и частично резорбируются, и армируют регенерат, что нам в принципе тоже необходимо для его устойчивой какой-то стабильности в долгосрочной перспективе. Все эти результаты также были опубликованы, если кому-то необходимо, это можно ознакомиться с этой статьей, она в полной мере охватывает как раз сюда клинику и клинику. На данный момент, с 2020 года, как я уже сказал, материал применяется в клинической практике, поэтому к настоящему моменту не так активно, может быть, как хотелось бы, потому что все-таки все мы консервативны в большей степени, а новаторов все-таки не так уж много, поэтому все прислушиваются, но как бы в свою практику интегрируют какие-то новые вещи с большой опаской, сначала пропуская вперед более опытных коллег или кого-то другого, на кого можно посмотреть, а потом уже начать самим. Поэтому введение идет очень постепенно к любому продукту, но тем не менее, к настоящему времени пролечены уже более, по нашим данным, более 3500 пациентов, и уже есть 5-летние наблюдения, естественно, эти наблюдения со первого регистрационного клинического исследования, потому что изультивной практики только 3 года, и готовится у нас статья как раз по сроченным клиническим наблюдениям, но там есть сложность, потому что все эти пациенты все-таки федеральными учреждениями лечились, и они со всей России, и, в общем, вызвать и вы все, и получить от них какое-то легко очень сложно, но уже собраем половину из них, и у всех у них все хорошо, и там дальше некоторые фотографии я покажу. Но, тем не менее, хочется найти всех, чтобы точно убедиться. Вот. Примерно 50 клинических случаев у нас уже накоплены с гистологической диагностикой, об этом я тоже чуть дальше скажу. Вот те самые трепанобиоптаты, мы поняли, что это, ну, действительно, важная, наверное, интересная вещь, и есть небольшой нишевый запрос от стоматологов, особенно выполняющих какие-то дальнейшие свои диссертационные работы, не важно там, не из гистографа, а вообще, в принципе, по космепластике. То есть вот этот клинико-ренеологический анализ, он не всегда достаточен, и здорово иметь еще и гистологические какие-то подтверждения костной регенерации. Так вот, мы даже сформировали такую услугу, назвали ее гистограф-диагностика, которая направлена как раз на то, что, ну, вот, любой из стоматолог может трепанов забрать, вместо пилотных сверил, используя трепан, забрать этот биоптат, соответственно, ставить заявку, и дальше мы выполняем гистологическую диагностику, вот у нас присутствует Евгений Пресняков, как раз ученик Романа Вадимовича Деева, директора, ой, директора господина, заведующего кафедрой патологической анатомии в Мечке, ну, теперь уже не заведующего, да, он уже ушел с должности, но тем не менее. Вот. И выполняется гистоморфометрический анализ, то есть помимо гистологического исследования, этот биоптат подвергается гистоморфометрии, оценки туры костного регенератора, фиброзной ткани. Окей. Ну, собственно, на все самое основное и интересное остается 3 минуты, поэтому постмакетинговые исследования сейчас тоже запущены, в том числе военной медицинской академии в травматологии и ортопедии, главный исследователь, собственно, главный травматолог Министерства обороны, которого все, я думаю, здесь присутствующие знают. И несколько просто кейсов уже бегом про использование гистограта в клинической практике. Здесь сложная ситуация. Это доктор Рябов делал из Москвы. Здесь исходному пациенту будет выполнить какой-то синус-лифтинг к стеногенным материалам, но не совсем правильно, то есть без учета некоторых особенностей и в том числе в дальнейшей установке имплантатов, то есть не хватает ни по ширине, ни по высоте. Поэтому была предпринята костная пластика уже Алексей, он выполнял синус-лифтинг с НКМ по ширине. Вот так это выглядело. Соответственно, материал здесь тоже применялся в чистом виде, закрывался осиксом, которое пришивалось прообразными швами. Вот так. Это просто фотография, чтобы продемонстрировать, что это действительно в чистом виде было все применено. Дальше на отметке 9-8 месяцев выполнялась второй этап установка имплантатов. Вы здесь можете видеть эти дискретные гранулы, которые расположены, те, которые контактировали с надкостницей. В отличие от тех блоков, которые показывал доктор Пунсулай, где используются аллогенные костные матриксы, или ксеногенные материалы, если используются, они более близки по своему строению макроскопические кости. Поэтому на этапе раскрытия их можно даже со сложностью детектировать от обычной нативной кости. И это не всегда прямо здорово, просто потому что это не значит, что они там уже все резорбировались и заменились костью. Они просто интегрировались. То же самое по этим гранулам. Они там на самом деле интегрировались, сейчас вы на гистологии это поймете. Но просто структура этих гранул другая. Поэтому, так как они еще не резорбировались, то есть они тут стоматолога не обманывают. Они все еще есть, просто они интегрированы в регенерат. Из каждого вот этого отверстия, забирая стрипанопиоптат, и вот получены гистологические изображения. Вот при большем увеличении, то есть все, что темное, это вновь образованная костная ткань, интегрирующая в себе частично резорбированный гранул материал. То есть там больше 70 граммов были интегрированы в регенерат, и это показано, собственно, той самой диагностикой. Собственно гистологическая диагностика. Также предпринято другое исследование, сейчас докторская будет уже защищаться 17 октября, у доктора Воложина. Это было сравнение гистографта с биоосом, и на самом деле по разнице статистически значимой по объему костного регенерата не выиграна в этой другой группе. То есть в принципе материалы сработали одинаково в смеси с ауто-костью, в НКРах и в синус-лифтингах. Вот так примерно выглядит гистологический отчет при кистограф-диагностике. То есть вот она морфометрия с процентовкой и прочими исследованиями. Другой клинический случай, ну здесь все, я думаю, понятно, для стоматологов, по крайней мере, убирались зубы, гомерали киста, устанавливалась ламина с вестибулярной стороны, а диастаз как раз заполнялся материалом. Ну и через 4 месяца уже сформировался полноценный костный регенерат, извиняюсь за качество фотографий, установленные имплантаты. И завершая уже кейс, точнее презентацию, вот, собственно, отдаленный результат. Один из тех кейсов как раз клинического исследования. Это был исходник. Двусторонний синус-лифтинг этому пациенту выполнялся. И спустя, сейчас мы найдем самый крайний пятилетний результат. Да, вот он далеко, 55 лет. Ну, то есть здесь прошло 5 лет от костной пластики, соответственно, где-то 4 года после нагрузки дентальных имплантатов. Костный регенерат стабилен, на верхней челюсти можете его видеть все еще над апексами дентальных имплантатов. И благодарности на экране. Здесь как раз перечислены те коллеги, которые так или иначе были задействованы в исследовании или участвовали в предоставлении клинических случаев. Здесь контакты все тоже есть. Буду рад ответить на вопросы. Можете писать, звонить. Спасибо.